привет друзья начался тыквенный сезон и у нас тут повсюду тыквы большие маленькие разных сортов и видов и сложно удержаться чтобы что-то с ними не начать готовить поэтому эта неделя будет тыквенной многие знают что на канале уже давно есть рецепт вкуснейшего тыквенного супа но в последнее время я готовлю еще один тыквенный суп рецептом которого сегодня спешу с вами поделиться все как всегда просто и очень вкусно поехали тыкву моем чистим и нарезаем достаточно крупными кусочками против застилаем фольгой немного сбрызгиваем оливковым маслом и выкладываем кусочки тыквы чтобы суп получался еще вкуснее и ароматнее я добавляю чеснок но не просто чеснок а запеченный чеснок отделяю зубчики не чищу и прям вот так помещаю между кусочками тыквы на противень наливаем немного воды сверху все сбрызгиваем оливковым маслом приправляем солью черным молотым перцем можно добавить немного ароматных сушеных травок и ставим противень в духовку предварительно разогретую до 190 градусов запекаться тыква будет минут 35 конечно можно все сверху накрыть фольгой чтобы дело пошло быстрее но мне нравится вкус и аромат вот этой слегка подпеченной тыквы когда мякоть обдается жаром духовке а вот достав из духовки я уже накрываю противень фольгой чтобы удержать там все ароматы и в результате кусочки тыквы должны не разваливаться но при этом должны легко разрезаться вот так вот вилкой перемещаем тыкву в блендер чеснок очищаем и тоже в блендер также в блендер отправляем все то что есть в противне масло травки в общем все это вот так вот собираем и туда для еще больше пикантности и легкой остроты я добавляю имбирь чищу его и натираю на мелкой терке все это богатство в блендере заливаем бульоном лучше использовать какой-нибудь светлый овощной или куриный и теперь все это как следует измельчаем прям тщательно вжихаем до полной однородности переливаем в кастрюлю по вкусу доприправляем солью добавляем немного мускатного ореха можно добавить немного красного жгучего перца ставим на огонь доводим до кипения и периодически помешивая нужно проварить все это минут пять на четвертой минуте вливаем кокосовое молоко или обычные сливки хорошо перемешиваем провариваем еще минуту максимум две и готово накрываем суп крышкой отставляем сторонку немного подостыть и еще больше насытиться всеми вкусами и ароматами уже в тарелке суп можно дополнить каким-нибудь сыром козий или сыр с плесенью идеально подойдут можно добавить какие-нибудь сухарики крутоны тыквенные семечки просто сами сюда просятся немного сбрызгиваем вкусным оливковым маслом для большей сытности в суп можно добавить какое-нибудь мясо например курицу кусочки отварной или запеченной грудки идеально подойдут а еще туда можно добавить обжаренный с маслом и чесноком креветки помещаем сверху и это будет просто бомбезно в общем как вы понимаете здесь можно экспериментировать по полной программе в том числе и с ингредиентами не любите чеснок не добавляйте не любите имбирь то же самое и количество ингредиентов можете также варьировать по своему вкусу ну креветки это само собой вкусно здесь все-таки главное это суп и тыква вот надо чтобы все прям в ложку попало и сыр и крутон и семечки ну и суп само собой это не суп это какой-то праздничный десерт очень нежно очень вкусно и вот все вкусы здесь такие деликатные деликатные чеснок совсем чуть-чуть ощущается имбирь вот он вовсе не острый не кусучий тоже такой тонкой деликатной ноткой мускатный орех облагораживает все легкая такая перчинка ну а вот эти вот все добавки они просто превращают это в какой-то тот самый праздник это очень вкусно суп обязательно надо делать потому что ну потому что надо потому что потому что не попробовать это и не угостить этим своих родных близких это кулинарное преступление нельзя допустить все подробные рецепты как всегда вы сможете найти в блоге все ссылочки всегда в описании под видео там же всегда полный список всех ингредиентов обязательно ставьте лайки чтобы поддержать меня канал рекомендуйте видео и канал своим друзьям подписывайтесь если этого еще не сделали и жмите колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео обязательно постите то что готовите в инстаграме отмечайте меня там мне всегда с удовольствием смотрю радуюсь за вас за себя за всех радуюсь всем отличного осеннего настроения с вами был саша cooking time пока пока привет друзья привет друзья практически тыквы 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 тыкму тыкму тыквы в этом который чуть подешили прям прям многом моллюсочность ка с майонезом с майонезной заправкой как же это вкусно и отсюда можно начать путь по тропе свободы Мужчим это какие-то доли.